Торчков 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 Торще Торчков Какая серия лучше, первая или вторая? Ну, не знаю. Но мне вторая более понравилась, потому что я считаю, она такая более живая. То есть много трэша, интересный фильм получился в целом. Ну, первая, мне кажется. Ну, не знаю, не объективно, но как-то да. А я даже не скажу, какая. Первая бы сказала. Первая? Первая мне больше понравилась. Первая больше понравилась. Ну, я считаю, что замечательные обе. То есть это вот дань, которая дана первому фильму спустя 20 лет. В книжке спустя 10 лет, в фильме спустя 20 лет. Знаете, мне и первый фильм понравился, но второй, наверное, даже еще круче. Вы знаете, я пересматривала как раз перед просмотром первую. Обе достойные. Вторая лучше. Обе. Ну, они обе... Дополняют друг друга. Они не дополняют. Это просто разные фильмы, разные проекты на разную аудиторию. Вторая часть охуенная. Первая тоже охуенно, но по-другому. Первая, конечно, это же классика. Первая лучше, да? Да. Ну, как бы... Ну, вторая, мне показалось, что это как будто ностальгия по первой части. Ну, в основном. Но снято просто фантастически. Да и не бойл очень крутой. На реализм претендует? Да. Да. На «Жизу» вы имеете в виду? Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Нет, но я... В принципе, да. Почему нет? Реализм? Ну, мы сейчас идем на фильм, который 18+. Там самое главное — реализм. То есть, фильм замечательный. Да. Ну, с элементами фантастики. Нет, первая. Ну, потому что первая, во-первых, она и снималась с минимумом спецэффектов. Это когда было, это было очень... Ну, я думаю, что под... Мне кажется, просто это про Шотландию фильмы мы плохо представляем. Для нас, да, это очень плохо. Ну, мы понимаем это. Там просто в кинотеатре за столиком сидят сейчас три таких вот чувака вот из гетто. И, ну, вот, для нас это обычные гопники. И вот сейчас я в них увидела героев фильма «Трейнспотинг». И просто для нас вот это, а для них, ну, как бы они немножечко другие просто. Какое-нибудь повествование фильм несет себе, как первая серия? Да, абсолютно точно. Потому что, ну, сто процентов можно сказать, что, скорее всего, каждый второй наркоман живет такой жизнью, как показывает фильм о том, что укради, обмани друзей, убей человека и так далее. В принципе, как бы это неплохая мораль, но каждый воспринимает по-разному. Если это люди могут воспринять как в плане морали, так же и в положительную сторону. Ну, с какой стороны посмотреть? Сколько людей, сколько мнений. Повествование? Мне кажется, нет, не совсем. Это можно так расценить. Было. Как в первой серии, да? Вы знаете, первый фильм смотрел давно, сравнить сложно. Но фильм определенный, как бы у него свой стиль. Наверное, нет. Не помню. Не запомнил. Было повествование, типа как на путствие, на будущее, там... Во второй серии тоже было, да? И во второй серии тоже этот момент был. Честно, мне кажется, этот фильм не обязательный, но крутой, да. Он что-то как типа фильмов Тарантино, что особо смысла я в нём... Да, там не найдёте какую-то мораль, там глубокий вывод и анализ чего-то, нет. Ну, это просто как... как это... не знаю даже... В первом, да, было ещё там, что наркотики их себе разрушили, предательство. Во втором как-то я ничего такого глубокого... Ну, по сути, они в жизни не нашли себя, они по-прежнему так же воруют, там занимаются проституцией и так далее. Но, как бы, я не знаю. Нет, потому что они не занимались... Ну, в смысле, они пытались этим заниматься, держать бордель. Двести сорок рублей не жалко? За такой фильм не жалко. Нет, совсем нет. Нет, конечно, абсолютно. Снять просто это... ну, уровень, конечно, чувствуется. Конечно, да. Ну, там на великую стену идти не стоит, там. На такие прям совсем проходные, ну, жалко двести сорок рублей. А на это нет. Нет, не жалко, точно не жалко. Нет, не жалко, не жалко. Было интересно, чем эта история продолжится. Нет, нет. А мы дешевле сходили, у нас карта студента. 500 отдал бы, а все отбилось бы.